Ну что ж, украинцы и палятся. Обращаться к вездесущему, всевидящему и всеслышащему оку мирового сообщества световой спельноты бессмысленно, потому что у меня, у нас, у громады нету таких вообще ресурсов, которые есть в МЗС Украины, которого практически не существует. Которых там шистских, всех нужно чалых, разных, которые присосались к бюджету Украины гнать палкой. Никто это не делает и делать, по-видимому, не собирается. Так же, как и не собиралась оппозиция бороться с Ялаковичем в свое время, боролась вместо них радикальная оппозиция просто украинцев. Скажу то, что Польша, официальная Польша, а точнее масс-медиа, нуртовые, так называемые главные медиа Польши, очень креативненько и очень хитрожопенько, цваненько себе так устроились. То есть, в чем сейчас в главных польских медиах заключается, состоит брехня, кламство, а скорее не манипуляция, а конфабуляция. Там, где предоставлены, не бы то, вроде все факты, но они перековерканы так, что это выглядит как брехня и манипуляция. А именно в том, что сейчас в Авдеевке ведется практически полномасштабная война. Погибли семеро украинских, самый лучший цвет нации, украинских наших солдат, множество раненых. А в польских медиах, в Польше, передают, что это конфликт там, на Донбассе, то замороженный конфликт, теперь отмороженный конфликт. То есть, они что делают? Они берут, значит, украинскую сторону, ну, сперва, конечно же, покажут украинскую сторону, мнение украинской стороны, о том, что Украина, Генштаб, ладно, там, вещает, говорит официально, что начались обстрелы. Просто с той стороны летят грады и тому подобное. Далее, польская сторона переносится к боевикам, спичрайтерам, к этим псам путиновским, и они вещают, типа, говорят, что бла-бла-бла, украинская сторона, вернее, добробатый украинский, спровоцировали ихнюю, типа, ответную реакцию, что начали обстрелы, и они в ответку дают. И потом опять переносятся, там, бла-бла-бла, и все, и поехали. То есть, у зрителя создается впечатление, что там где-то в Украине какой-то там конфликт. Что это не инвазия, не вторжение, российская оккупация, а там какой-то конфликт. То есть, берут в сторону боевиков то, что эти псы путиновские, на которых уже плюется вся Россия, нормальная, здравомыслящая, Россия, там, славянская, даже не славянская, нормальная Россия, здравомыслящая, не быдло путиновская, не дупо-осла вещающая. Ну, они же не показывают нормальных, они показывают только то, что составляет официоз. То есть, вот этих вещателей, псов путиновских, там, на украинской территории, на Донбассе. И через это у поляков, и не только, складывается впечатление, что, значит, там какой-то конфликт, чуть ли не гражданская война. У других здравомыслящих поляков сложится иное впечатление. Теперь я скажу, для чего все это делается. Сложится впечатление такое, что, ну, ни шахтеры, ни ополченцы не могут иметь ни пушки, ни танки, ни авиацию, там, или еще что-нибудь. Они ее нигде не купят, там, в магазинах, там, в шахтах не производят и тому подобное. Это здравомыслящее мнение, опиня поляка. Но она подвластна через такую конфабуляцию видоизменяться. Чем? Волынская резню. Как? А вот так. Впихивается каждый день по очередности через разные источники. Через, там, интервопытывание населения. Короче, постоянно пытаются поддерживать вот этот клеющий, значит, что бандеривцы, они, там, прибивали детей к заборам, расшлиняли, там, женщин, детей, впихивали им червоно-черные флаги, смеялись над этим. Значит, а теперь, значит, то, что там Путин их, типа, как наказывает, значит, это им вдогонку натер. Значит, это вам за волынскую резню, вам резунам, там, резникам и тому подобное. Вот для чего вот эти кламства, семашки, эво-семашки и тому подобных были протуцированы в 13-м, 12-м, уже нормальный ковалок времени. Вот для чего? Для того, чтобы вот эта совесть нормальных обывателей Польши была через конфабуляции затуманена этой ненавистью волынской. Типа, ну, что-то просыпается сказать, ну, что-то тут не то, ну, почему мы, поляки, так трусливо сидим и не помогаем, там, масс-медиа все не бросаются туда, на эту войну, не того всего. Да потому что они что, резуны-бандеровцы, они же нашу кровь пили и еще насмехались над этим. Вот для чего только вот это все и поднимается. Ну, и прежде чем объяснить, кому это выгодно, пару слов рассказать, кто этим всем заправляет. Голова масс-медиа в Польше – это Яцек Курский, который в свое время, до 10-го года, до катастрофы, там, где погиб Легко Чинский, которого убил, замордовал Путин через зраду предательства Тубска и той правящей партии ПО, платформы обывательской, после неудач Писа и после этой катастрофы, Яцек Курский вместе с другими депутатами создали свою партию «Солидарная Польска». После этого, как «Солидарная Польска» перестала пользоваться всяким вообще, априори, в принципе, уважением и не оттянувши никакого электората у ПИС, презес, ну, председатель Ярослав Качинский позвал их обратно, потому что это досвидченные и умные, интеллигентные, нормальные люди, чуваки. Обратно их в ПИС позвал. Естественно, после того, как ПИС почал в Парамагате, значит, и победил на выборах, его сделали Яцека Курского председателем главой масс-медиа в Польше. Странный немножко выбор, потому что он сам нелестно отзывался вообще о Майдане киевском, в то время как и Ярослав Качинский был, и почти весь состав «Право и справедливости» был. Не просто было, приезжал в Сицила поддерживать, очень поддерживал. Павел Кукис, который собрал сейчас под свое крыло эндетию, тоже очень сильно поддерживал. И что бы он сейчас ни плел, он так и останется запрограммироваться в памяти Украины, как человек, который поддерживал и всецело даже сочинил песни. Приезжали также ПО, платформа обывательская, на Майдан. Мы, естественно, понимаем, что не Яцек Курский там всем управляет. Управляет Презес, Ярослав Качинский. Но, по всей вероятности, шишки все должны доставаться, и они там сами Яцеку Курскому. И они там сами уже пускай разбираются за эти шишки. Главное, чтобы эти шишки были. А теперь пару слов, кому это выгодно. Вот такая конфабуляция, манипуляция с польским сознанием, неприятным, паскудским, паскудным и трусливым, прежде всего, который, та трусость доминирует над мирозданием, пониманием происходящих событий в Польше. В принципе, это даже выгодно и самим украинцам, которые ездят туда на работу. Потому что там будет мир, спокойствие, процветающая экономика, и всегда можно будет заработать и копеечку, и хлеб, и с маслом. Естественно, это невыгодно ни справедливости, ни украинцам, как таковым, а тем более это невыгодно отношению к украинцам, борящимся. Не этой вате, а борящимся украинцам. Это невыгодно. Но это придется перенести. Но не так перенести, чтобы это замалчивать. А так перенести, чтобы это постоянно им долбить и сверлить. Потому что они наши братья. Потому что это поляки. Потому что они должны знать правду. И знать, если они поддаются этой манипуляции, это не значит, что мы об этом не знаем. Мы об этом постоянно сверлим и говорим, что вы лохи, тупое быдло, если вы поддаётесь на этом манипуляции. Вы, как говорится, во время выборов берёте бабло у реганалов, но вы не голосуйте за них. Вот так и полякам надо вещать. Ну, а ещё кому это выгодно? Естественно, нашей украинской юдо-мафии. Которая пользуется мнением Европы. Но это мнение сложено на конфабуляции, ну, на манипуляции. То есть превратно сложенная, против которого эта юдо-мафия, власть коррупционная, контрабандистская власть. С путиновским оккупантом контрабанда происходит с путиноидами. Контрабасы с путиноидами. И почему они так слабо в международном уровне проводят, жрут, выжирают бюджет украинский, заработан нелёгким трудом, теми же самыми солдатами, теми же самыми простыми тружениками Украины, которые и предпринимателями, и всеми. Что если они там будут уж сильно там протестовать в Европе, то в Европе начнётся складываться, типа, как правильное мнение. А это правильное мнение ударит по них же. Потому что они на неправильном мнении преподносят украинцам, ну, типа, что не будете столько платить, значит, международный фонд, там, рубанёт вам что-то. И то же самое во внешней политике. То есть привратное мнение, сложенное там на международной европейской арене, они берут опинию, берут экстракт, вытяжку с этого привратного мнения, привозят сюда в Украину и говорят, да, вот же ж видите, как они говорят. А мы же ничего не делаем для этого, чтобы они говорили правильно. Ну, а потому что мы вот такие, что нам нельзя, потому что, ну, какую-то херню придумывают. А почему они эту херню придумывают? Потому что народ туповатый. Вчерашний постсовок. Быдло. Вы же посмотрите, ну, взять этимологию поведения, поведенческая психология, вообще, с постсовка. Начинает с сериальчиков, там, кончая, там, ненамного продвинулся народец. Так-то мы и живем, что все кричат, вот Лина Костенко приехала в Харьков, толпа такая собрала, чтобы просто, ну, чуть не раздавили всех. Чуть там оперный театр не передвинули, куда-нибудь там на Советскую, еще тогда, что-нибудь. А на Майдан реальный практически из никого не собирала. Тобто людям приятно. Им внутри такой трепещет приятный душок по коже, когда что-то кто-то кому-то подпишет, патернализм это, ярко, явно выраженный, открыточку подарит. Кто-то про них доброе слово где-то скажет, а вот реально бороться? Не, то эти, радикалы, то они, там, ой, Майдан, то грязные, там, наркоманы, они там лук сажают, там, выращивают. А мы ж не, мы ж интеллигенты, с бабочками типа ходим. И тем всем настроением сообщества постсовкового, которое, хоп, и наделало на себя вышиванки. А внутри ж практически ничего не изменилось. А вот так что и по всей логике МЗС кивает на олигархов, олигархи кивают на политиков, политики кивают на соцопросы, опытывания. Короче, каждая структура, больше-меньше, которая может на что-то влиять, они вместо этого влияния просто кивают друг на друга, перекладывая в разные корзины. А в Европе смотрят на все это и делают то же самое. Но если здесь вот такой чморизм происходит, то почему бы в Европе не происходить такому же самому чморизму? Почему они будут бросаться на танки? У них множество своих проблем, высосанных из пальца. Но нашей проблемой они не хотят заниматься, потому что, во-первых, боятся России. Что если они будут впереди нас бежать и заниматься нашей проблемой, то Россия им сделает очень много вещей неприятных, после которых ихняя вот эта политическая сила, которая займется России, будет слишком чрезмерно помахать Украине. Просто их испепелит эта сила. Потому что вот такое положение, вот такая расстановка сил в Европе, что ее нужно сверлить постоянно и равномерно. Ну совсем не так, как несуществующий МЗС в Украине вообще ничего не делает. А я через десятки лет, по тем, как се доконала речь Wołyńska, твердзе целый час, что он ест богатером, то то мне чини речьникем и гвалцителем. Потому что мне это не мешает, что он был речьникем и гвалцителем. Лиция для меня только то, в какой справе гвалцил и разрылся людей. Ну а ведь на пајске питание, что все Украинцы, ствердзам, что все. В луту десрце сребрне, десрце сиве, подходит пајдзерник, не споткажајјся јсенијј, латэм розѐншени, глище стопул зелона вода, другая вода. Субтитры создавал DimaTorzok